После череды скандалов в футбольном клубе «Луч Энергия» капитан «Желто-синих» подлил масло в огонь. Алексей Рябко рассказал, что игроки приморской команды в нынешнем сезоне еще не получили ни одной зарплаты, а задолженность по премиальным тянется с 2015 года. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то футболисты, по его словам, начнут действовать. Ситуация критическая. Все думали, что она стабилизируется и что не будет повторения прошлого сезона. Ребята стараются, пытаются доказать, что деньги в футболе решают не все. Хотя, когда ты на них рассчитываешь, но не получаешь, это тяжело. Ждем до конца недели, а если нет, то будем разговаривать с руководством. Не поможет? Тогда уже будем действовать. Стоит добавить, что по информации портала Спортбокс, из-за пятимесячной задолженности уже прекратила работу пресс-служба «Тигров», а внутри клуба отключили корпоративные телефоны. Кроме того, напомню, что РФС отстранил на полгода от футбольной деятельности исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова, уличенного в подделке документов. Приморцы готовятся к домашней встрече с нефтехимиком, которая пройдет 17 сентября. Ожидается, что на матч отправится президент ФНЛ Игорь Ефремов, который намерен встретиться с руководителями региона. В Хабаровске стартовал Всероссийский чемпионат Сибири и Дальнего Востока по бейсболу. В соревнованиях, которые будут идти до 19 сентября, примут участие мужские команды из Владивостока, Южно-Сахалинска, Находки и самого Хабаровска. Приморский клуб на кубке представлен бейсбольной дружиной Владивостокского клуба «Тигры» и Находкинской командой «Морские львы». Напомню, что в прошлом году этот же чемпионат наша городская команда выиграла, не дав ни единого шанса соперникам. «Тигры» после окончания регулярного российского бейсбольного сезона в декабре отправятся на интернациональный турнир в Гонконг, куда команда прошла отбор, попав в восьмерку лучших сборных со всего мира. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу стартует во Владивостоке. Бои также приурочат памяти неоднократного чемпиона Виктора Николаевича Сахарова. Турнир соберет более 70 бойцов со всей Сибири и Дальнего Востока, которые выявят сильнейших в 10 весовых категориях. Ежегодные соревнования пройдут уже в 26-й раз. Турнир памяти Сахарова за более чем 25-летнюю историю завоевал большую популярность среди спортсменов, тренеров и судей, а также любителей этого вида спорта, которые не пропускают возможности увидеть зрелищные бои. Боксеры ДФО будут состязаться не только за призовые места. Победителям во всех весовых категориях будет присвоено звание «Мастера спорта России». Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.